Знаете, что я вот хотел поделиться, то, что у меня вот в сердце, в душе, с братьями и сестрами. Если бы мы, я опять же говорю о себе в первую очередь, и обращаясь ко всем братьям и сестрам, если бы мы с вами боялись бы так Аллаха, как боимся коронавируса, как боимся нищеты, как боимся голода, как боимся безработицы, как боимся проблем временных, которые в этой жизни сталкивается человек, у нас бы не было бы вот этого, если бы мы так Аллаха с вами боялись бы, у нас бы не было никаких проблем никогда. У нас не было бы страха перед разным коронавирусом и так далее. Аллах, Субхану Ва Та'Аля, в Коране говорит, «Астаиду Биллах» «Если бы жители сел, селений, уверовали бы и были богобоязненными, то бы мы им открыли бы баракат, благодать из небес и земли, их бы окружал бы баракат, благодать бы их окружала». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассаляму, сказал, «Аджаба ли амри му'мин» «У верующего очень удивительное положение». «Ин асабад гу сарра шакара факана хайрулла». «Если его постигает какая-то радостная, весь радостное событие, он благодарит Аллаха, и это благо для него». «Ва ин асабад гу дарра сабар факана хайрулла». «Если что-то плохое, какое-то испытание, что-то тяжелое, плохое его постигает, то он проявляет терпение, и это благо для него». «Уона залика илля лил му'мин». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассаляму, сказал, «Такого положения может достичь только верующий». «Это только для верующего, для му'мина». Поэтому, уважаемые братья и сестры, это, знаете, сейчас каждый день какие-то в жизни, в мире смотришь, смуты бывают, испытания и так далее. И это жизнь дару ли бдиля. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассаляму, сказал, «Да не, это дару ли бдиля, двор испытаний». «Кому Аллах пожелает благо, дает испытания». Поэтому мы должны любое испытание верующий дойти, пройти достойно. И это время «Аль-Ахзу-Л-Айбар вар-Руджу-Ай Аллах». Это время нам для того, сейчас мы, которые с вами проживаем, вот эти разные испытания, разные смуты, болезни, это время для того, чтобы задуматься, взять что-то переосмыслить, что-то поменять в жизни, взять какую-то «Аль-Айбра», какую-то пользу взять, из-за этого извлечь для себя, взять какой-то пример, задуматься и вернуться к Аллаху Субхану Ва Та'Аля. Поэтому в первую очередь самому себе делаю наставление, напоминание. И всем нам ночью постарайтесь в эти дни, аль-Ахамдуллю, просыпаться, брать омовение, найти, где находится кибля, взять коврик, расстелить, прочитать два рака'ата намаза с душой, с сердцем, задумаясь об аятах, размышлять в Всевышнем Аллахе Субхану Ва Та'Аля. И когда будете находиться, когда будем находиться в садждах, в зеленых поклонах, обратиться к Аллаху Субхану Ва Та'Аля. Обратиться к Аллаху, восхвалить Всевышнему Аллаху Субхану Ва Та'Аля. И знайте то, что все в этой жизни временно, и мы с вами временно в этой жизни. Мы все с вами принадлежим Аллаху, и все мы вернемся к Аллаху Субхану Ва Та'Аля. Да, Аллаху Субхану Ва Та'Аля, нам достойно пройти испытания. Да, Аллаху Субхану Ва Та'Аля, быть нам в поклонении Всевышнему Аллаху Субхану Ва Та'Аля. И еще раз хотелось бы напомнить, так как люди боятся сейчас коронавируса, стоило бы нам бояться Всевышнего Аллаха Субхану Ва Та'Аля. Поистине наш ризг в руках Аллаха, наша жизнь в руках Аллаха, наше исцеление в руках Аллаха, болезни в руках Аллаха, все в руках Аллаха Субхану Ва Та'Аля. Полагайтесь на Аллаха, если вы верующий. Скажи, Мухаммад, Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля говорит, скажи, нам не навредит ничего, кроме того, что нам предупределил Аллах Субхану Ва Та'Аля. Если все люди, джинны, соберутся для того, чтобы навредить, не смогут навредить, если Аллах Субхану Ва Та'Аля, не предупределил. Если все люди, джинны, соберутся, что не инфаук, обещай их чем-то тебе помочь, принести пользу, не смогут, кроме тем, что предупределил для нас Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля.